Последние две недели Аделия Фатахова вместе с мамой находится в реабилитационном центре. 11-летняя жительница Силанова-Кабанова проходит процедуру оздоровления и увидеть тут главу района никак не ожидала. Рустам Мусин приехал, чтобы исполнить мечту юной краснокамки. Я решил уже лично подарить телефон, оказывается телефон был сломался. Вот уж пожелали мы матери, самой девочке Аделии, крепкого здоровья, чтобы так ведь, чтобы оно все было хорошее восстановление. Именно вот здесь пришла в голову идея, чтобы и на следующий год вот эта елка желания, она была не только на уровне республики, а и на уровне района. Потому что не одна Аделия у нас как бы может быть нуждается конкретно в чем-то. Вот на следующий год мы, я думаю, что эту акцию мы сделаем и районного масштаба. Аделия тут же принялась осваивать новенький телефон. Мама девочки признается, что смартфон был действительно необходим, в первую очередь для дистанционного обучения. Они не ожидали, что их желание исполнится, но в глубине души все же надеялись. Решила попытать счастье. Обычно же на Новый год сбываются мечты. Вот наша мечта. А она заказывала, да, как раз? Ну да, нам вот нужен был телефон, да, потому что каждый раз, вот в связи с этой пандемией, каждый раз приходилось отдавать свой телефон. По ватсапу учитель звонил ей на занятия, поэтому на полчаса, на минут сорок телефон был как бы в ее распоряжении. Нужно отметить, что Аделия Фаттахова стала единственной краснокамкой, которая приняла участие в акции «Елка желаний». Девочка уверена, не нужно бояться мечтать, потому что у желаний есть свойство сбываться. Анастасия Димирбаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей». Пока-пока, всем.